В этом году славянский филиал Кубанского госуниверситета отмечает 25-летие со дня образования. В преддверии юбилейной даты в филиале прошла региональная научно-практическая конференция «Педагогический вуз в социокультурном и образовательном пространстве региона». В рамках конференции было рассмотрено немало важных вопросов, касающихся современного образования, а также дальнейшего развития вуза. В планах филиала стать региональным центром молодежи, студенчества и науки. Научно-практическая конференция «Педагогический вуз в социокультурном и образовательном пространстве региона», посвященная 25-летию филиала, собрала под своим крылом более 200 представителей мира науки не только Кубани и России, но и ближнего зарубежья. География участников обширна. Краснодар, Ростов, Майкоп, Воронеж, Курск, Москва, Республика Беларусь. Молодые и уже именитые ученые и педагоги собрались, чтобы обсудить актуальные проблемы образования в нашем регионе, поделиться педагогическим опытом и своими практическими наработками, наладить плодотворное сотрудничество между вузами. Мы сотрудничаем уже много лет. Мы проводим, ну как совместные, с нашим участием у вас и с вашим участием у нас конференции. Мы подаем совместные проекты в Белорусский и Российский фонд фундаментальных исследований. Вот в этом году тоже подаем. Так что я надеюсь, что у нас сотрудничество будет обширным и глубоким. Я сделал предложение о совместном обучении студентов в вашем вузе и в нашем вузе. Не знаю, как это предложение пойдет, но это тоже может быть нашей хорошей перспективой. Представление и обсуждение проблемных вопросов, а также задач, которые сегодня стоят перед системой образования, состоялось на пленарном заседании. Глава района Роман Синеговский поблагодарил представителей научного сообщества за то, что местом проведения такого масштабного и значимого мероприятия выбрали Славинский район, отметив ключевую роль вуза в превращении малого города в образовательный и научный центр, где растят профессиональные кадры. Хочу отметить большую роль университета в формировании социокультурного пространства в нашем районе, активное участие студентов и преподавателей в общественной жизни района, во всех мероприятиях культурной, спортивной, образовательной направленности. В сотрудничестве с филиалом мы ведем ежегодную статистику, видим, что большинство молодых специалистов, которые приходят трудиться в наши школы, другие образовательные учреждения, это выпускники Славинского филиала. Хочу отметить, что для себя и своей команды я определил на перспективу очень важное направление по взаимодействию с университетом. Имея такую влагу, все на территории, в нашем районе надо активнее работать с выпускниками школ по профориентации, нацеливать либо на то, чтобы они использовали возможность поступления по целевому направлению в наш филиал. Учителя в районе требуются. О важном значении филиала в развитии системы образования района отметил в своем выступлении и депутат Законодательного собрания края Виктор Чернявский. Сегодня перед вузами и образовательными структурами поставлены задачи по усилению работы с одаренными детьми, за благовременной профориентацией обучаемых, укрепление контактов с учебными заведениями среднего звена, переподготовки учителей на базе вузов, межотрасливого взаимодействия. Первое направление нашей совместной деятельности – это профориентация. Она должна начинаться выбор ребенка будущей профессии. Должен начинаться не в момент получения аттестата, а значительно и раньше. Ведь сам вуз начинался с сотрудничества с первым училищем и педагогическими классами на базе в третьей школе. Значит, в каждой школе, в крупной школе должен быть педагогический класс. У нас должна быть четкая системная работа по профориентации. Самое главное для вуза – это мотивированный студент. Вуз сегодня готов учить, но тогда должен прийти мотивированный своей жизненной стратегией человек. Сегодня к выпускникам педагогических вузов предъявляются невероятно высокие требования. Они должны быть не просто профессионалами, а мультипрофессионалами, отметила в своем докладе доктор психологических наук, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации Елена Пряжникова. Современному учителю необходимо сочетать в себе качества и навыки адвоката, юриста, психолога, управляющего. Этому может способствовать создание центра карьерного проектирования в вузе. Эта инициатива получила поддержку в Славянском районе. Мне очень приятно, что 15 лет с этим университетом я тесно взаимодействую. Именно благодаря Татьяне Семеновне Анисимовой мы открыли впервые в нашем институте, тогда еще педагогическом институте, кафедру психологии. Мы можем сказать, что мы сформировали такую отдельную самостоятельную психологическую школу, региональную психологическую школу. Да, действительно, на сегодняшний день очень много актуальных вопросов и тем, которые затрагивает и в основе которых лежит психологическая наука. Это не просто адаптация молодого ребенка к школе, это не только его психологическое здоровье, это также тема его дальнейшего построения профессиональной карьеры. И мне было приятно, что сегодня мы в один голос вместе и с главой вашего города, и с замечательными депутатами законодательного собрания думали и говорили о важности и значении такого направления в работе с молодежью, как профориентация. В ходе пленарного заседания также обсуждались вопросы социальной значимости единого образовательного пространства в условиях малых городов, создания центров на базе школ для прохождения практики студентов, перспективы развития научной и педагогической жизни филиала КубГУ. В рамках конференции также состоялись секционные заседания, на которых продолжилось обсуждение актуальных вопросов образовательного пространства региона, динамика развития края в исследовательском контексте вуза. Работа велась в 11 секциях, на которых студенты и преподаватели в более тесном кругу могли обсудить важные вопросы. Сегодня мы участвуем в научно-практической конференции, посвященной 25-летию нашего вуза. Я сегодня буду выступать с докладом на секции, и я участник круглого стола. Мы обсуждаем актуальные вопросы педагогики. Я думаю, что эта конференция даёт нам возможность поделиться мнениями и обсудить актуальные вопросы педагогики, помогает развивать исследовательскую активность у студентов. На подведении итогов научно-практической конференции была принята резолюция, определяющая вектор дальнейшего развития как филиала в частности, так и всего социокультурного и образовательного пространства региона в целом. Представленный опыт взаимодействия и сотрудничества органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и образовательных организаций будет способствовать эффективному достижению поставленных целей. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».